Увы, не во всём ещё отечественный производитель достиг мировых высот. Но по части товаров для паранормальных граждан, пожалуй, что и превзошёл. Переворачиваем, крутанули, пошёл водоворот. Инновационная турбулентно-жидкостная установка «Оживитель воды», состоящая из двух пластмассовых пробок. Цена 500 рублей. Первый водоворот в правую сторону мы прокрутили, второй водоворот в левую сторону мы прокрутили. Стирается вся информация, которая записана на воде. Ныне любой поклонник альтернативных наук знает, что у воды есть память, что каменная соль, рассыпанная по карманам, притягивает удачу, а бумажка с магическим кодом, приклеенная на мобильник, спасает от радиации. На телефон, вот эта маленькая марочка, это полторы тысячи. Любое больное место приложили, и всё у вас уже прошло. Какие вы молодцы! Ещё одно замечательное ноу-хау – стеклянный стержень для бесконтактного массажа мозга. Даже не самый сообразительный человек после 10 минут подобных манипуляций начинает ясно сознавать, что его одурачили. Ну и, наконец, главное достижение отечественных инноваторов, без которого не обходится ныне ни один межрайонный экстрасенсорный симпозиум – прибор – аурокамера. Это у меня что? Чакры мои, так? Это первая. Лидическая. Хорошо. Половая, да? Плохо или хорошо? Хорошо расслабляет? Ага, а вот это что? Стояние тела и разума. Значит, ещё не склеротик, да? Вместе с пациентами запечатлеть свою ауру стремятся народные целители. По диплому машинисты-электровозов, бухгалтеры, швеи, мотористки. Как им ещё подтвердить своё право лечить людей? Вот по этому снимку видно, что я могу провести космическую энергию через себя. Я могу помочь человеку с любым нарушением. А сколько вы заплатили за эту протену? Сто долларов. Начинающим жуликам такая техника не по карману. От 170 тысяч и до полумиллиона в зависимости от модификации. Аура камеры – реквизит матёрых волшебников. Центр Михаила Виноградова, здравствуйте. В прошлом неприметный сотрудник милицейского НИИ, доросший до роли учёного-профессора в программе «Битва экстрасенсов», уверяет, что лично тестировал чудо-прибор на всех победителях шоу. Аура камеры фиксирует всё. Каждое движение человеческого тела, каждые способности мыслительные, физические, аналитические эмоции и фиксирует, безусловно, наличие или отсутствие способностей экстрасенсов. За годы участия в битвах он создал из ничего немало громких имён, которые теперь на него и работают. Колдуют над свечками, гадают на картах. Но главный инструмент заработка аура камеру профессор доверяет только своей жене. Это энергоинформационное поле человека, аура. То есть характер, способности. Она остаётся довольно стабильной уже с подросткового возраста. То есть цвет ауры, если у меня там зелёный, синий, красный, это всегда так и будет? Да, да, да. Так, пожалуйста, держите. Прекрасная энергетика. Вот 90 сантиметров. Это радиус кокона, который окружает вас. Огромный нимб, как у пророка, с жёлто-золотым оттенком святости. Не успел я его примерить, как на втором дубле всё изменилось. Энергетически, видите, смотрите, всего-навсего 40. Это нижняя граница нормы. Это у меня так упала энергетика. А вы хотите, чтобы у вас была сейчас тоже 90 сантиметров аура? Ну вообще хотелось. Вы же говорили, что это постоянная единица аура. Вы знаете, видимо, какой-то у вас такой вот переходный период. Списав всё на непостоянство журналистской натуры, пробуем в третий раз. А теперь всё сине-зелёное, вообще фиолетовое у нас. Это с боков. Это не берите его внимания. У меня даже изменились черты характера. Неожиданно. Вот он пишет. Был творческий, да, а теперь самоуверенный. А это компьютер. Почему нужна моя консультация? Мне кажется, что с этим прибором что-то не так. Очень неустойчивый результат. Мне кажется, что что-то не так с вами. Со мной. Надо отдыхать. Да. А теперь из магической лавочки Михаила Виноградова перенесёмся в московскую лабораторию компьютерной криминалистики, где специалист на наших глазах вскроют нутро таинственного устройства и, если получится, выявят принцип его работы. То, чтобы заливались такого рода приборы изнутри пластиком, я никогда не видел. Сделано это, скорее всего, просто для придания веса аппарату. Вот появились первые детали. Скорее всего, это просто обычный грузик. Дурит народ, почём зря. Чудо, как выяснилось, состоит. Из свинцовых грузиков общим весом 40 граммов, строительного силикона полкило и элементарной платы при каждом замыкании контактов, выводящей на экран случайную картинку. Вот, на основании того, как мы сильно прижали руку, насколько она у нас спотела, программа выводит вам 1 из 640 вариантов заранее заготовленного описания ауры. Они случайны, потому что ёмкость руки там постоянно меняется, поэтому ауры будут постоянно разные. Некое ООО «Квестленд» – главный российский производитель аурокамер. На его счету уже три разработки – для диагностики духа, для диагностики тела и для отдела кадров. Двуручная коробка за 300 тысяч рублей якобы ещё и может оценивать профпригодность. Прибор используют достаточно авторитетные и влиятельные люди. То есть этот прибор, он признаётся на самом высшем уровне. Скажите, а можно побывать на производстве? Ну, вряд ли. Всё-таки это секрет. И пусть это останется секретом. Значит, всё-таки это не останется секретом. Вот ваш прибор. Мы заказали экспертизу. Это не имеет никакого отношения ни к биополю, ни к чакрам. Это просто считыватель электрического объёма руки. А откуда такая цена? 175 тысяч. Вот здесь содержимого, вот это стоит 200 рублей, ну, коробочка ещё тысячу. 175 тысяч. Откуда такие цены? Я вообще на этот вопрос вам не могу ответить. Вам не кажется, что это мошенничество? Нет, нам не кажется. Четыре свинцовых друзей как? Всё гениальное просто. Всё гениальное просто. Убрал один палец, картинка изменилась. Поставил сюда кастрюльку, тоже будет аура. Не нужно говорить глупости, уважаемые. Мы вам покажем. Ни от какой кастрюльки, никакой ауры никогда не появится. За последние полвека в мире были разработаны сотни моделей различных ауровизоров, чакросканеров и измерителей биополя. Абсолютно все на поверку оказались наглым обманом. О, у нас таки появилась аура кастрюли. Состояние тела и разума у неё положительное. И не янь розового цвета. Уровень расслабления достаточно высок. В этой кастрюле бы, конечно, сварить изобретателей этого чуда аппарата. Борис Соболев, Елена Шаповал, Лилия Зиброва и Константин Пионов. Вести недели. Борис Соболев.